После решения правительства об закрытии всех учебных заведений, очень хотелось бы обратиться к коллегам. Это решение касается абсолютно всех форм собственности. Поэтому многочисленные детские кружки, семейные центры, школы развития, школы эстетического воспитания, абсолютно все учреждения образовательного характера, невзирая на форму властности, должны быть закрыты. Нарушение этой постановы влечет за собой уголовную ответственность. Обращаю ваше внимание, что на период объявленного карантина все массовые мероприятия, уличные массовые мероприятия, которые были в плане, которые размещены на сайте Департамента культуры и туризма, вплоть до 3 апреля, они отменены. Конечно, это касается в первую очередь таких проектов массовых, уличных, как Юморина, но не только. Однако, хотелось бы обратить внимание также на то, что момент отмены может быть продлен в зависимости от необходимости, от ситуации. И принимать сегодня решение о проведении каких-то крупных проектов в весенний период, я думаю, будет, наверное, преждевременно. Поэтому абсолютно точно и понятно, согласно постанове Кабинета министров, до 3 апреля никакие массовые мероприятия проводиться в городе не будут. Будет рекомендовано концертно-зрелищным, театральным предприятиям тоже не проводить никакие мероприятия. Но решение, в принципе, Кабинета министров касается абсолютно всех форм собственности. Хочу это подчеркнуть, хотя это учреждение не городского подчинения. Все, что касается проведения периода после 3 апреля, будет, естественно, дополнительной информацией. Мы будем по этому поводу дополнительно информировать. Это вовсе не означает, что культурная жизнь остановилась. Мы все будем больше читать, больше, наверное, размышлять, слушать любимую музыку. Но на самом деле очень многие проекты, которые мы сегодня вынуждены отменить, они, скорее всего, будут перенесены и проведены в некотором, может быть, другом формате позже. Потому что количество культурологических проектов в городе все равно очень высокое, и мы будем проводить их. Однако давайте дождемся ситуации, когда все стабилизируется, и мы будем с радостью говорить о том, что здоровье наших граждан и гостей, которые приедут в этот город, их здоровье ничего не угрожает. Поэтому сегодня здоровье нации на первом плане, на первой повестке дня.